Я рад приветствовать вас, с вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать о достаточно бюджетном, но очень хорошем решении автокресла для ребенка с 3 лет до 12 лет. Это категория кресла 2-3. Это кресло от компании RAND. Модель называется Master Isofix SPS. Это российский бренд, который соответствует стандартам безопасности. Даже имеет фишечки, например, боковой, дополнительной усиленной системой, которая гасит энергию удара при боковых ДТП. Такие системы бывают в основном в дорогом сегменте. Это кресло недорогое и идеальное им соотношение имеет по цене и качеству. Поэтому сегодня я хочу вам о нем рассказать. Мне оно нравится, учитывая его стоимость. Повторюсь, категория 2-3, 15-36 называется. Это группа 15 кг, 36 кг. Вот, соответственно, здесь нет внутренних ремней. Так, давайте начнем изучение с вами с обивки. Обивка у бренда бывает двух видов. Есть серия такая, как джинсовая. На ощупь материал очень мягкий, приятный. А есть еще другой материал, он чуть более грубее и выглядит по-другому. Я вам сейчас картиночки где-нибудь здесь добавлю, посмотрите. Поэтому, кто хочет более износостойкую ткань, выбирает другой материал. Кто хочет более приятный, тактильный, соответственно, джинсовый. Да и визуально мне джинсовый, если честно, больше нравится. Вот, что касается материалов, с вами разъяснили. Это кресло мне еще нравится своей посадкой. Оно достаточно большое, вместительное, естественно, растет по росту ребенка. И смотрите, оно растет вверх и в ширину. Вам отсюда вот видно действительно хорошо. Вот видите, оно, ребенок же растет не только вверх, но и в плечах тоже, особенно мальчики. Вот, соответственно, будет очень актуально. Особенно зимой. Хоть и нельзя возить в пуховиках ребенка в машине, но далеко не все родители следуют этим правилам. Поэтому все-таки для них будет актуальным. Так, что касается крепления самого ребенка, давайте я вам быстренько пробегусь, покажу. Это все элементарно. Внутренних ремней здесь нет, поэтому пользуемся взрослым ремнем. Для протяжения ремня снизу, он проходит под подлокотниками. Сверху обязательно в каждом кресле в этой группе есть специальный направляющий. Вот отсюда вам виднее, видите, красного цвета направляющий. В нем пропускаем ремень и никак иначе. Потом идет, складываем ремень в один и пропускаем его под подлокотниками. Это очень важный момент. Вот, смотрите, ребенок, ремень. И регулируйте высоту подголовника таким образом, чтобы вот здесь была, соответственно, голова. И от подголовника до плеча ребенка не больше двух пальцев. Можно один палец, но не больше двух. Потому что вы введете ремень ниже, и он попадет на горло. Этого допустить нельзя. Соответственно, с креплением ребенка мы с вами разобрались. Теперь посмотрим с вами, как крепится само кресло. Из названия уже исходя, вы, наверное, поняли, что модель оснащена креплением Isofix. Но даже если у вас в автомобиле нет Isofix, вы просто его не достаете, вставите в автомобиль и пристегиваете, как я вам сейчас показал. Это если нет Isofix. Если есть Isofix, в этой модели, вот смотрите, есть полноценная система Isofix, жесткая, не лаунч-система, которая на ремешках, а полноценная, жесткая, настоящая система Isofix. Мы ее вот так вот достаем. Она вот под любым углом можно регулировать. В автомобиле Isofix под разным углом находится. Соответственно, что мы делаем? Застегиваем. И в путь, как говорится. Это очень, скажем так, в этом ценовом сегменте редкость. Она стоит сейчас, у нас 18-й год. Вот, и получается, что сейчас она стоит 6,799, если памятник не изменяет. Но в любом случае, когда вы будете смотреть ролик, цена может, естественно, измениться. Внизу будет актуальная ссылка на магазин, где вы точно увидите цену. И, соответственно, подобрать под себя, там можно это кресло, выбрать цвет. Вот, в принципе, это кресло допускает такую техническую возможность, как отстегивание спинки и оставлять чисто бустер, нижнюю часть. Я сильно в этом смысла не вижу. Но, кому нужно, когда ребенок уже большой, сюда не помещается и не хочет, но боятся ГИБДД с наших гаишников, соответственно, оставляют бустер и чисто для постов проездов используют вот эти бустеры. Здесь есть такая техническая возможность. Можно использовать отдельно, без спинки, когда уже ребенок вырастет. Своего рода еще один плюсик. Вот, в принципе, по креслу. Все, что хотел рассказать, рассказал. Здесь особо много не расскажешь. Хорошее, добротное кресло, достаточно безопасное. Кстати, вот с этого ракуса вам виднее. Вот эта система, которая сбоку гасит дополнительную энергию дара. Она, повторюсь, бывает только в дорогих креслах. Поэтому вот такой плюс этой модели за эти денежки, ребят, это как бы, ну, действительно. И посадка. Здесь очень-очень хорошая посадка. Оно как трон. Подлокотники, где нужно, находятся. Хорошая боковая защита, развитая. Реально удобный, мягкий подголовник. Вот. Поэтому вот здесь больше плюсов, на самом деле, за эти деньги, чем минусы. Минусов, как таковых, кроме как отсутствия краш-тестов на Адаке, здесь я не вижу здесь минусов. Отлично, офигенное кресло, на самом деле. Вот. Очень рекомендую его, если ищете дешево-сердито. А в заключение, если этот ролик вам был полезен и интересен, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это очень мне помогает делать для вас новые обзоры. И большое спасибо миру автокресла за предоставленное кресло RAND на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И всего доброго. Спасибо.